Добрый день дорогие друзья, коллеги! Сегодня наш рассказ, наша презентация будет посвящена продукции компании Черлиани. Прошу прощения, я забыл представиться, меня зовут Кирилл Валерий, но мы с вами знакомы по предыдущему вебинару, посвященному Ивам Шмец. Наша вторая встреча сегодня посвящена челнокам, шпульным колпачкам продукции компании Черлиани. Сегодня я вам расскажу, что это такое и в чем преимущество. Продукция компании в первую очередь это высококачественные челноки, шпульные колпачки, шпульки и конечно же это передовые технологии и в первую очередь это высочайшее качество выпускаемой продукции. Краткая историческая справка. Компания была основана в 1932 году основателем Маурицо Черлиани и изначально продукция была предназначена для домашнего пользования, то есть это были челноки, шпульные колпачки для домашних машин. Но владельцу компании пришла в голову идея как усовершенствовать челнок для бытовой домашней машины и это занятие его настолько увлекло, что в дальнейшем это переросло в более серьезное профессиональное производство, которое успешно функционирует и производит продукцию высочайшего качества на сегодняшний момент. То есть он был в свою очередь пионером в этой отрасли, но сегодня до сих пор его потомки, стоящие в голове компании, используют этот опыт, передовые технологии для производства челноков. Что собственно представляет собой челнок, челночный комплект, челночное устройство, можно называть как угодно. Давайте рассмотрим поподробнее. Есть челноки так называемые качающиеся, то есть челнок, который совершает полуоборот, то есть качающиеся движения, он не совершает полный оборот вокруг своей оси, как это делают челноки остальных типов. Ну соответственно челночный комплект состоит из собственно челнока, шпульного клопачка и это так называемый получается у нас челночный комплект. Различаются челноки двух основных типов. Челноки вращающиеся, вот на примере продукции компании, кстати, в которой упакованы вот такие фирменные коробочки, можно вот так вот продемонстрировать. В моих руках сейчас челнок от машины Fav 480 класса. Челнок с горизонтальной осью челнока, то есть вот так он одевается на вал челночного шлейной машины, а сам челнок при этом вращается в вертикальной плоскости. То есть это челнок с горизонтальной осью, как здесь у нас указано. Он также представляет собой сам челнок, шпульный клопачок и это является собой челночный комплект. То есть данный типоразмер в основном распространен во всех прямострочных машинах различного исполнения, это могут быть тяжелые машины и не очень, то есть это разновидность самого популярного челнока. И второй тип челноков это челноки с вертикальной осью вращения, то есть ось у нас челнока располагается вертикально, он вставляется в машину сверху вниз и ось вращения его находится в горизонте, то есть он вращается вокруг розетки. То есть вот так вот он выглядит. Точно также есть исполнение челноков с шпульным клопачком, в данном случае у нас челнок с защелкой, то есть шпульный клопачок не предусмотрен, сюда вставляется шпуля и защелкивается защелкой. Есть такие же варианты челнока с исполнением с шпульным клопачком. Это основные разновидности популярных моделей, о них специализированных челноках мы будем говорить чуть позже. Всего ассортимент компании Черлиани насчитывает порядка 800 разновидностей челноков для более чем 7000 единиц оборудования. То есть представьте себе, насколько внушительна эта цифра. К слову, надо сказать, что компания Черлиани выпускает челноки для машин Дюркоп и Пфав. То есть именно эти челноки стоят в этих брендах, в оборудовании этих брендов с завода. То есть компании Пфав и Дюркоп сами челноки не производят, а размещают заказы у компании Черлиани. И уже попадая на это оборудование, на них ставится соответствующее клеймо, где они позиционируются как фирменные челноки Дюркоп и Пфав. Наша компания как раз-таки предлагает и продукцию в оригинальной упаковке, соответственно, с более выгодными ценовыми предложениями, о которых я расскажу позже. Сейчас немножко мы заближаемся вперед с вами. Расскажу о, собственно, передовых технологиях, которые являют ноу-хау компании. Это разновидности покрытий челноков, специально разработанных для машин, которые шьют тяжелый ассортимент. Это может быть кожа, это может быть мебель, различные кожные матери, тяжелые технические ткани. Специальное покрытие челнока, которое обозначается буквами и цифрами DC10, которое позволяет так называемый черный глянец, оно выглядит такого черненого-вороненого цвета, то есть не классическое кромированное, как на стандартных челноках, а глубокий черный насыщенный цвет. Покрытие позволяет получить твердость 3000 единиц по Виккерсу на самом челноке и на розетке, там, где оно нанесено. Тем самым челнок приобретает экстремальную твердость, жесткость. И это покрытие позволяет данному челноку работать на скоростях свыше 4000 оборотов и работать с минимумом смазки. То есть там, где нам надо получить чистый стежок, да, не загрязненный, это дает нам возможность работать практически без масла в режиме экстремального сухого трения. И вторая любопытная модель, специальное покрытие Titan Nitrit, обозначающееся буквами TTN, Titan Nitrit Technology, что означает. Это специализированное покрытие для челноков, которые работают также в экстремально высоких и скоростных условиях. Челнок, предназначенных для специализированных машин, это петельные машины, это зигзаги, там, где нам нужно получить также высокую скорость, минимум смазки и снизить определенные коэффициенты трения. Вот таким образом выглядит челнок, имеет такую позолоченную слегка покрытие, которое называется Nitrit Titan, как я уже сказал. Часто встречается именно челнок вот такой конфигурации, как я уже говорил, в зигзагах и в петельных машинах, где челночный стежок, прямая бельевая петля. Соответственно, тоже плюс заключается в том, что достаточно высокая твердость этого покрытия, износа стойкость, требует минимум смазки и уменьшает нагрев вот этой вот поверхности розетки. Соответственно, уменьшается нагрев, уменьшается обрывность нити. Эта же технология знакома нам по моему предыдущему рассказу, презентации про иглы ШМЕЦ, копирует, собственно, технологию, не копирует, это их собственная разработка, но, тем не менее, эта технология известна нам по использованию в игольной промышленности. Дальше расскажем немножко о шпульных колпачках. Всем известная проблема разматывания на высоких скоростях нитки в шпульке, в шпульном колпачке. Соответственно, это приводит к образованию излишних петель и, соответственно, к браку в процессе шитья. Что предлагает компания Чирлиани для свода к минимуму таких проблем? Применение в шпульных колпачках специальных пластичных пружин. Не только компания Чирлиани использует, естественно, эти пружины, но именно они достигли и в разработке этих технологий добились определенного успеха. Расскажу поподробнее, в чем он заключается. Специальная лаборатория разработала, специальная лаборатория компании Чирлиани, научный центр, разработали вот такую вот широкую разновидность вот этих пластинчатых пружин, которые применяются в шпульных колпачках. Они могут выглядеть классическим способом, как многие привыкли видеть в шпульных колпачках. Есть пружины, которые крепятся винтом, фиксируются. Вот здесь пружинка крепится на защелке. Использование специальных магнитов, то есть шпулька оттормаживается путем намагниченного металла. Есть вот такие разновидности серповидные пружины, которые предназначены для использования в швейных автоматах, карбанных автоматах. И различные пружины, которые могут использоваться в шпульных колпачках, в двухугольных машинах, там, где челноки, как я уже говорил ранее, у нас с вертикальной осью. То есть они могут быть также либо в виде двух магнитов, либо в специальные пластинчатые сферические пружины, навитые. Тем самым процесс шитья максимально оптимизирован, и раскручивание нити в шпульном колпачке не происходит практически при использовании в любых челноках. Эта разработка является ноу-хау компании «Черлиани», то есть применение специальных металлов. Челноки, собственно, так же, как и шпульные колпачки, производятся из трех видов оружейной стали, то есть, которая тщательным образом отбирается у поставщиков. То есть, фактически, долговечность и срок службы металла достаточно высокий. Немножечко расскажем об экономической, так сказать, части, почему стоит выбрать продукцию именно компании «Черлиани». Ну, челнок, самый дешевый китайский челнок, служит недолго и стоит недорого, как правило, до 25 евро, но, на самом деле, даже еще меньше. Срок его может составлять максимум полгода. Естественно, все это зависит от конкретных условий эксплуатации, ухода за машиной, интенсивности шитья, но, как правило, через полгода любой дешевый китайский челнок начинает давать сбои, то есть, это обрывы нитей, повышенный его износ, шумность и пропуски при шитье. Срок службы качественного челнока в «Черлиани» составил до 2-3 лет. Опять-таки, это надо смотреть индивидуально, зависит от условий эксплуатации, ухода за машиной и так далее. Зависит, конечно, от ассортимента, но это 2-3 года, то есть, в принципе, даже от экстремальных нагрузок. Соответственно, при наличии должного ухода, смазки, чистки оборудования, этот срок может увеличиться даже больше. При использовании дешевых челноков происходит потеря в скорости работы, в качестве работы, соответственно, увеличение затрат на ремонт, потому что при использовании дешевого некачественного челнока, в случае его поломки, машина может перейти из состояния мелкого ремонта в состояние полной неремонтопригодности, так как застрявший случайно где-нибудь обломок иглы или кусочек откловшегося металла может заклинить машину целиком. Если это сложный какой-то петельный или пуговичный полуавтомат, ремонт может стоить достаточно дорого. Об этом надо всегда помнить. Поэтому при использовании качественной продукции риск таких происшествий сведен к минимуму. Дальше рассмотрим сравнительный анализ стоимости. Вот я для вас подготовил специальную такую табличку, где указана средняя рыночная стоимость челноков оригинальных, указана стоимость в евро, для различных популярных машин, используемых в большинстве швейных предприятий. То есть рассмотрен оригинал челнока, который установлен на машину с завода под оригинальным номером, и предложен аналог, который соответствует этому оборудованию, произведенной компанией Чарлиани. И далее указана их средняя рыночная стоимость в евро. Здесь мы наглядно видим, что продукция компании именно в оригинальной упаковке достаточно экономичней по стоимости, и выгода может составлять до 40%. В данном случае у компании есть продукция, которая по своим прочностным характеристикам, качественным характеристикам, гораздо превосходит те челноки, которые могут устанавливаться на машину с завода. Например, на прямострочку с игольным продвижением, с автоматикой с абридзской нити, в жуки ДЛМ-5410, у компании Чарлиани есть челнок с специальным покрытием черный глянец, о котором я вам рассказывал, который позволяет работать на высоких скоростях без масла, который стоит 102 евро. Тогда как у оригинального челнока, который идет с завода на эту машину, произведенной другими компаниями, такого решения нет. То есть тем самым можно заменить оригинальный челнок, который стоит вот столько, челноком, который прослужит в два раза дольше, и стоимость его чуть дороже получается, но тем не менее срок службы его увеличивается в разы. То есть здесь это говорит о том, что компания готова предоставить широкий выбор готовых решений на каждую конкретную задачу и получить гораздо более выгодный экономический эффект. При использовании каждую задачу надо, конечно, рассматривать индивидуально, конкретно. Что мы готовы предложить вам, вашим клиентам, нашим клиентам, те, кто используют или готовы использовать продукцию компании Черлиани? Так как мы ценим время и деньги наших клиентов, и, собственно, это одно из самого дорогого, да, все, что у нас существует сейчас в бизнесе, это время и деньги, то, чего всегда не хватает, мы готовы предложить следующие условия приобретения высококачественных челноков в Черлиани. А именно, мы определяемся с моделью и типом челнока и шпульного колпачка, которая подходит конкретно под ваш тип оборудования. Заказываем у производителя, если этого нет у нас в наличии, если есть, даем сразу, если нет, заказываем у производителя, даем вам на пробу так называемый тест-дерайв челнок в производственных условиях. Вы или ваш механик устанавливает его на машину, испытывает в течение двух недель, и вы смотрите на производственный результат. Если вас все устраивает, вы оставляете челночный комплект у себя на этой же машине и оплачиваете нам уже постфактум. Если вас что-то не устроило и возникли какие-то вопросы, сомнения, вы возвращаете нам челнок, шпульный колпачок, продукцию в том виде, в котором мы вам его, так сказать, отправили, и обязательно с комментариями, что конкретно вас не устроило, и со всеми случаями мы будем тщательно разбираться и задавать эти вопросы производителю челноков. Соответственно, все полученные комментарии мы будем держать у вас в курсе и обязательно все случаи будем рассматривать. Вот такая привлекательная программа, которую мы рады предложить вам, вашим клиентам, нашим клиентам, вообще всем тем людям, которые работают на высококачественном оборудовании, которым не безразлично качество выпускаемой продукции. Ну, подведем итог, дорогие друзья. В заключении можно сказать, что челнок, челночный комплект является сердцем швейной машины. Несмотря на то, что это расходный материал, это без преувеличения сердца швейной машины от правильной, стабильной работы, которого зависит в конечном итоге привык компании и оборот. Соответственно, качество продукции напрямую зависит от качества комплектующих, которые используются в оборудовании. Соответственно, решать вам выбор за вами. Ну, а я готов ответить на любые ваши вопросы, которые вы можете задать. Контакты, я надеюсь, у вас есть. И в дальнейшем мы будем проводить специальную конференцию по данному продукту. И прошу вас готовить вопросы. Я с радостью на них всегда готов ответить. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok